Менее года назад я пришел в отделение опухоли головы и шеи, иномиции онкологии Петрова, и тогда я понятия не имел, с какими сложностями в ведении пациентов столкнусь. Одной из первых пациентов, которую я курировал совместно с одним из врачей отделения, стала женщина 86 лет с диагнозом рак корня языка, клинический Т1Н0М0. Статус у КОК оценивался, был равен единице. После дообследования решался вопрос о выборе тактики лечения. Так как наше отделение – отделение комплексного лечения, на выбор у нас было три метода и различные их комбинации. Я вернусь к этой пациентке чуть позже. Кто же является пожилым? Национальный институт старения определяет пожилого человека как лицо старше 65 лет. Почему 65? Потому что этот возраст является традиционным календарным возрастом для вступления в различные социальные, экономические и медицинские программы. Также это очень удобный возраст для использования в исследованиях. В 2018 году в мире было зарегистрировано 18 миллионов новых случаев рака. 50% из них составляли пациенты старше 65 лет. По данным статистики Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году также было зарегистрировано 900 тысяч новых случаев рака головы и шеи. Среди них 333 тысячи пациентов старше 65 лет. В Российской Федерации зарегистрировано 24 тысячи новых случаев рака головы и шеи. И 9 тысяч из них это пациенты старше 65 лет. Век доказательной медицины врач должен опираться на данные из научных исследований при принятии решений. По данным журнала гереоартрической онкологии, только 3,4% исследований включают пациентов старше 65 лет. Что достаточно закономерно, так как обычно при исследованиях контрольной точкой одной из контрольных точек у нас является общая выживаемость. А у пациентов старше 65 лет она ниже существенно благодаря сопутствующей патологии. В кратком отчете, опубликованном в начале июня 2019 года, указывается, что в исследованиях, финансируемых компаниями, разница между медианой возраста выборки и медианой популяции пациентов составила минус 6,84 года. Для исследований, которые не были спонсированы, 4,72 года. Старение – это весьма индивидуальный процесс. Популяция людей пожилого возраста весьма разнообразна. В статье «Комародибидность как главный фактор риска смертности и осложнений в хирургии головы и шеи» были определены факторы, влияющие на развитие послеоперационных осложнений. Это значение индекса ACE27, АСА, и продолжительность времени анестезии. Выводы о значимости сопутствующей патологии были подтверждены в другом исследовании. Дополнительно также были установлены факторы, связанные с ростом послеоперационных осложнений. К ним также относятся мужской пол, двусторонняя лимфодиссекция, два и более сопутствующих заболеваний, использование реконструктивной хирургии. Стадия опухолевого процесса – 4. Возвращаясь к нашей пациентке, хирургическое лечение ей не было показано в связи с высоким риском анестезиологическим. Но у нас оставалось еще два варианта. Одним из самых эффективных методов лечения опухоли головы и шеи остается лучевая терапия. Возможно ли проведение ее в пожилом возрасте? Метаанализ, основанный на пяти исследованиях, проведенных с 1980 по 1995 год, с медианой наблюдения равной 3,7 года, указывает, что никакой разницы между возрастными группами в общей выживаемости, локорегионарном контроле, ранних-поздних осложнениях найдено не было. Но было отмечено, что функциональный мукозит чаще встречался в старших возрастных группах. Стоит отметить, авторы утаили, что часто пациенты старших возрастных групп получали альтернативные режимы фракционирования и не получали одновременную химиотерапию. В ретроспективном анализе, опубликованном в 2015 году, одним из критериев включения стал возраст старше 85 лет. Оценивался статус ПЭКОК, что позволило найти связь между статусом и пятилетней общей выживаемостью. Собственно, если статус ЭКОК был равен нулю, пятилетняя выживаемость была на уровне 53%, и далее она уменьшалась до 8% при статусе ЭКОК-3. Является ли химио-лучевая терапия путем к победе? Представленная подборка исследований показывает, что химио-лучевая терапия не имеет выигрыша выживаемости по сравнению с лучевой терапией. Для своей пациентки мы выбрали лучевую терапию как предпочтительный метод. 18 сентября после первого сеанса лучевой терапии она потеряла равновесие и упала в отделение радиологии, сломав правую ключицу. Это был первый перерыв в лечении. Он продлился где-то около 6 дней, пока пациентка была выписана и долечивалась по месту жительства у травматолога. В следующий раз она уже поступила 24 сентября на продолжение лучевой терапии и до 19 сеанса все было более-менее спокойно. Подойдя к 19 сеансам, при каждодневном обходе отметили нарастание отеков нижних конечностей, появление кровоподтеков. Была выполнена УЗИ-доплерография вен нижних конечностей и по заключению признаки тромбоза поверхностной бедренной вены без флотации. Второй перерыв в лечении составил 2 дня. Это ровно столько, сколько потребовалось для того, чтобы найти сосудистого хирурга, который бы мог ее проконсультировать. Сосудистый хирург разрешил продолжить лечение в условиях назначения фрексипарина ежедневно. Следующий перерыв в лечении 9 ноября. Пациентка пожаловалась на жгучую боль в области тела и языка и был вызван специалист по палеотивной помощи, который отметил, что у пациентки имеются явления депрессии. После консультации психолога было рекомендовано закончить лучевую терапию, потому как приверженность пациентки к лечению не отмечалось. При этом отмечалось, что пациентка отказывалась от еды фактически. Поэтому пациентка, не закончив лучевую терапию, была выписана. Был оценен эффект от лечения – это стабилизация процесса. Стоит ли игра свеч? Часто мы боремся за продолжительность жизни, но не за качество ее. В исследовании, представленном на слайде, были включены 386 пациентов. 216 из них получали химиотерапию в палеотивном режиме. Остальные – end of life care, уход в конце жизни. Различий выживаемости этих двух групп не было. При этом после анализа результатов стало ясно, что химиотерапия была сопряжена с более высоким показателем сердечно-легочной реанимации, искусственной вентиляции легких на последние недели жизни. 14% в группе с химиотерапией против 2% без химиотерапии. Поздним отправлением в хоспис, поясню, является менее недели до смерти. 54% против 37%. И пациенты, получающие химиотерапию, чаще умирали в отделении интенсивной терапии и реже умирали дома. Также они реже умирали в своем предпочтительном месте. Подвести резюме хотелось бы количество исследований, включающих лиц пожилого возраста, крайне мало. Единственным ограничивающим фактором при выборе лечения является коморбидность. И палеотивные режимы химиотерапии не имеют преимущества в продолжительности жизни по сравнению с палеотивной помощью. В конце доклада немного описательной статистики отделения. На отделении опухоли головы и шеи в течение 2018 года было проведено лечение 897 пациентов, из них 20% пациентов старше 65 лет. Хирургическому лечению подверглись 148 пациентов, комбинированному химиолучевому 12 пациентов. Чаще всего встречались пациенты со злокачественными опухолями языка. Это 27 пациентов, гортани 20 пациентов и гортаноглотки 10 пациентов. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Большое спасибо за ваш доклад. У меня вопрос по поводу химиолучевого лечения. Вы показали метаанализ, где я говорила, что добавление химиотерапии и лучевой терапии не улучшает эффективность лечения. Но у вас там были проведены исследования до 2011 года. И позднее было исследование Боннер, которое показало, что добавление таргетных препаратов к лучевой терапии все-таки улучшает эффективность, при этом не влияя большим образом на нежелательные явления. Поэтому хотелось узнать ваше мнение насчет биолучевой терапии у пожилых пациентов. В данном докладе я не рассматривал таргетную терапию. Я рассматривал в основном классические режимы химиотерапии. То есть то, что применяется у нас в НМИЦ. Поэтому нет, у нас нет биопрепаратов, к сожалению. Я хотела задать вопрос. Вы с высоты своего возраста считаете целесообразным лечить пожилых все-таки или нецелесообразным? Лично ваше мнение. Можете повторить вопрос у меня, Раслухи? Ну, вам 30, наверное, еще нет. Вы считаете целесообразным лечить пожилых пациентов или не считаете? Вот там один слайд промелькнул. Я так поняла, что смысла нет. Мне кажется, что мы должны разговаривать с каждым пациентом и идти от пациента. Индивидуализация лечения – это наш путь. Некоторые люди не хотят лечиться. Так зачем их лечить насильно? Хотят лечиться многие. На самом деле, это лирический вопрос был. Лечиться или не лечиться? Не все могут ответить сами для себя на этот вопрос. Вы хирург. Ваше отношение к радикальности. Вы хотите излечить пациента. И у вас очень часто звучала продолжительность жизни. Мы не увеличили продолжительность жизни. Я химиотерапевт, и я в большей части случаев имею дело именно с палиативной химиотерапией. И мы очень часто работаем для улучшения качества жизни. Понимаете? Вы – рак языка. Основной его осложнение. А чего погибла бы эта женщина, если бы вы ее вообще не лечили в первую очередь? А чего она погибнет, если мы не будем лечить? Т1. Понятно? Да. То есть она умрет либо от голода со временем, либо от кровотечения, если мы ее не лечим. То есть в 85 лет человек прожил достойную жизнь, вероятно, и мы будем наблюдать, как она будет умирать у вас от голода постепенно, через некоторое время. Я правильно понимаю? Либо она на ваших глазах будет умирать от кровотечения. То есть очень часто мы любое лечение проводим просто даже для улучшения качества жизни. Это уже результат. Но на самом деле практически в четверти процентных случаев ваше отделение занимается лечением пожилых пациентов, насколько я поняла. Да, у вас очень много пожилых пациентов. Очень много, да. Спасибо. Мы никого не бросаем. Можно вопрос, да? Так, да, пожалуйста. А мне скажите, пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Вы занижаете... То есть вы какими факторами выбираете метод лечения? Вы прекрасно понимаете, что схема лучевого лечения, прогноз жизни у человека резко снижается. При выборе хирургической тактики прогноз по основному заболеванию более благоприятный. То есть это основной метод лечения, которым должен быть направлен при хирургии орофрагиальной зоне. Почему вы лишаете пациентов данной жизни их? У меня вот просто вопрос очень близок, потому что вот пациентку показали с первой стадии опухоли корня языка. Понимаете, масса есть других методов хирургического лечения, нежели вы берете пациентку на лучевую терапию. В основном радиотерапевты отказывают данной группе пациентов, чем хирурги. В основном люди ходят вокруг, 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 и потом все-таки приходят к хирургу. У меня вот вопрос в чем. Видите, спасибо за вопрос. Основная проблема была в том, что анестезиологи отказались брать эту пациентку. Почему? Сопутствующая патология. Можно я попробую прокомментировать? На самом деле мы вот несколько лет пытаемся эту сессию провести. Понимаете, смотрите, народу не очень много. Я когда на этот год приглашала, в том числе анестезиологов, поговорить о проблемах, никто не согласился. Возраст. Просто пожилые пациенты. Отказ идет просто по возрасту. Нет никакой оценки общего статуса пациента. Хотя на самом деле у нас достаточно много оперируется в Институте пациентов и пожилого возраста. Но в данном случае Александр Сергеевич четко совказал. Анестезиологи отказались, хирурги не отказались. Анестезиологи отказали. Но никто из них не рискнул поговорить с нами на эту тему вот на сегодняшнем заседании. Продолжение следует...